В эфире новости на Девятом канале. В студии Ирина Калашникова. Здравствуйте! Сегодня на последнем в этом году заседании депутаты утвердили доработанный бюджет округа, назначили штатного заместителя председателя совета и согласовали кандидатуры замов главы администрации. Так прогнозируемый общий объем доходов на 2023 год одобрили в сумме 10 миллиардов 738 миллионов рублей, что почти на 2 миллиарда меньше, чем в нынешнем году. Превышение расходов зафиксировали в сумме 394 миллиона рублей. Бюджет по-прежнему социально направленный. Наибольший удельный вес составляют траты на образование. Единогласно утвердили сводный реестр наказов избирателей на 2023 год. В нем 92 поручения. Большинство из них касается благоустройства территории. Без возражений согласовал совет кандидатуру Андрея Бубела на должность первого заместителя главы администрации округа по жилищно-коммунальному хозяйству, а Яну Кривошееву утвердили заместителем главы администрации округа, начальником департамента по организационно-аналитической и кадровой работе. Исполнение обязанности заместителя председателя Совета депутатов на постоянной штатной основе возложили на Наталью Азизову на основании ее собственного заявления. Она покинет должность руководителя Центра занятости и с 1 января приступит к новым обязанностям в Совете. Изменениями в положении об управлении культуры зафиксировали переезд ведомства на улицу Ленина, дом 3. Коллектив управления обосновался в отремонтированной аптеке Турминского. Здание является памятником архитектуры регионального значения. Всего на заседании рассмотрели 17 вопросов. Сегодня, 23 декабря, Православная Церковь празднует память святителя Иосафа Белгородского. Епископом земли Белгородской он был рукоположен в 1748 году. Годы святительского служения владыки Иосафа были недолгими, но очень активными. Святитель строил новые храмы, регулярно посещал приходы своей епархии, неустанно служил и проповедовал. И в итоге подорвал здоровье. Он скончался в возрасте 49 лет. Вопрос о канонизации Иосафа Белгородского поднимался неоднократно, но Священный Синод отклонял прошение. Причисление его к лику православных святых состоялось усилиями императора Николая II в 1911 году. Мощи чудотворца сегодня находятся в Преображенском соборе Белгорода. Икона с частицей мощей святителя Иосафа хранится и в Старомосколе, в Кафедральном соборе Александра Невского. Староскольские кадеты стали лучшими на Всероссийском форуме «Золотой эпалет». Десять учеников 10-11 классов 19-й школы не только проявили себя в конкурсных мероприятиях, но и посетили столичные музеи и вузы, а помог им в этом благотворительный фонд поколения Андрея Скотча. Здравствуйте, товарищи кадеты! Здравия желаю, товарищ подполковник! На базе 19-й Старооскольской школы воспитанием кадетов занимаются больше 25 лет. Эти ребята в стенах учреждения получают не только обязательное образование, но и постигают азы военной подготовки, учатся строевой песне и шагу. Как усвоен материал, проверяют на ежегодном кадетском форуме «Золотой эпалет». Но попасть туда непросто. Организационный взнос за одного ребёнка – около 20 тысяч, плюс проезд. Никита Иларионов, командир взвода 11-го Ка-класса, с начальной средней школы мечтал стать участником конкурса. Осуществить задуманное помог фонд поколения Андрея Скотча. Больше всего меня поразила встреча с героем России Копыркиным. Это лётчик, который совершал подвиги в Афганистане. Он посетил вместе с нами экскурсию музея героев Советского Союза и России и сфотографировался со всеми взводами кадетов. Ежегодно «Золотой эпалет» объединяет учащихся кадетских и инженерно-технических учебных заведений, а также юных членов военно-патриотических объединений из разных регионов России. Ребята соревнуются в предметных олимпиадах, показывают умение маршировать и танцевать вальс. «Вообще я сама по себе человек очень закрытый и стеснительный. А здесь, когда мы танцевали вальс, я раскрепостилась, показала свою женственность. И после того, как мы станцевали, все нам говорили, какие вы были красивые, какие вы были нежные. И вот это очень понравилось». Готовил их педагог, подполковник запаса Александр Кандауров. В итоге кадеты 19-й школы заняли первое место в общекомандном зачёте конкурса. «Мне самое что понравилось в детях – самоотверженность и самоотдача. То есть, когда готовились, не считались ни с временем личным, ни с выходными. То есть, была задача поставлена – подготовиться, и они подготовились». Фонд «Поколение» не первый раз помогает кадетскому конкурсу «Виктория». Ранее для образовательного учреждения были закуплены компьютеры и элементы обмундирования. В Геленджике состоялся всероссийский турнир по ушу Саньда «Кубок Черного моря». За победу боролись 240 спортсменов из Краснодарского и Ставропольского края, городов Крыма и Адыгеи. Но лучшими четвёртый год подряд становятся наши белгородские спортсмены. Основа сборной – воспитанники Староскольского клуба «Фронт Кик». Сборную команду Белгородской области на Кубке Черного моря представляли 30 спортсменов из Старого и Нового Оскола – Валуик и Волоконовки. 15 золотых медалей из 20 завоевали воспитанники клуба «Фронт Кик». Блестящие схватки, несмотря на юный возраст, провёл 11-летний Святослав Коротких. «Соревнования были довольно сложные. Провёл три боя, выиграл все бои первое место». В этом году возможность поучаствовать в турнире предоставили многим спортсменам из младшей группы. Для 10-летнего Германа Разуваева это были третьи соревнования в жизни. Спортсмен провёл два боя и помимо первого места получил медаль за лучшую технику. Помогло, признаётся мальчик, присутствие родителей в зале. «Особенно первый бой был посложнением, потому что соперник оказывал сопротивление, а второй просто летел. Мне надо было просто ходить в борьбу, потому что по ударке я немного проиграл. Чувствовал, что если я проираю, я огорячу семью, брата. А если я выраю, я всех порадую». Отлично показали себя и старшие ребята. 16-летний Константин Макаренко провёл два боя. Финальный был принципиальным. «Обой был с одним хорошим соперником из Валуек, его Горбачёв. Проиграл я ему на сериалистических соревнованиях у нас. А вот тут дал реванш на генджике и выиграл». Тренерский состав клуба «Фронткик» достижениями спортсменов доволен. «Очень приятно наблюдать за успехами своих воспитанников. Они показывают, что работа Евгения Борисовича, моя работа не проходит впустую. Они показали очень хороший результат. Все бойцы, малыши как бы тоже от них не отстают. Конечно, они смотрят на более отпутных бойцов, пытаются перенять их техники». Впереди небольшой новогодний перерыв и усердная подготовка к чемпионату и первенству ЦФО, которые пройдут во Владимире в конце января. Анастасия Иконникова, Евгения Левошко, Михаил Локтёнов, Девятый канал. Новый год без хлопот. Компания «Сибагра» подготовила вкусные новинки для праздничного стола. Лимитированная новогодняя линейка продуктов не только украсит меню, но и станет отличным подарком. Многие староскольцы уже продегустировали новые мясные деликатесы. Меню новогоднего стола опытные хозяйки составляют заранее. Поход в магазины со списком экономит время и бюджет. В этом году в продуктовую корзину нужно обязательно внести новинки от компании «Сибагра». Свиная ветчина по ГОСТу для праздничной нарезки, куриный копчёно-варёный рулет, сырокопчёная колбаса с изысканным вкусом и запечённая буженина с натуральными специями. Мясная продукция «Сибагра» уже давно вошла на кухню староскольцев. Анна Евдокимова постоянно берёт различные деликатесы домой. Решила угостить и коллег на работе. Выбор пал на новогодние новинки. Получилась настоящая дегустация. Сегодня мы решили порадовать себя колбасой «Сибагра». Нам все оценили, всем понравилось, потому что колбаса без прожилок, очень вкусная, особенно всем понравилась буженина. В составе ветчины и колбас – только отборное мясо. Мы очень любим попутербродничать за обеденным столом, отличься от рабочей обстановки. И нам очень понравились новинки от «Сибагра». Мне ветчина, а ребятам буженина. Такой деликатес из сочной и мягкой части туши, сдобренной специями и запечённой большим куском, всегда считался традиционным праздничным блюдом русской кухни. Буженина подаётся охлаждённой. Настолько вкусная, что я даже не могу оторваться. Вот ем её и ем, и просто ещё хочу её дальше есть. Смотрите, какая красота, как у неё вообще вот эти прожилки, сальца. Вообще вот красиво всё. Вот золотая вот, как это называется, золотая фольга. Вот, всё вообще, это очень достойное украшение новогоднего стола. Приобрести мясные деликатесы от «Сибагра» можно в фирменном магазине по адресу. Станция «Котёл», проезд Ш5. Строение 3 – территория мясоперерабатывающего завода. И в автолавке, которая будет работать на предновогодней ярмарке 25 декабря на парковке магазина «Стройландия». Анастасия Иконникова, Алексей Грачёв, Илья Самсонов, 9 канал. На этом наша программа завершена. Впереди прогноз погоды. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. В студии Анастасия Иконникова. Здравствуйте. В выходные встретят староскольцев и губкинцев. Нет ни снега, дождём. По данным Гидромедцентра, в субботу 24 декабря пасмурно, но по зимним меркам довольно тепло. Утром температура воздуха за окном плюс 2 градуса, которые будут ощущаться как минус 4. В обед столбики термометров поднимутся до отметки плюс 3 и будут держаться там до самой ночи. В полночи похолодает до 1 градуса. Ветер южный с порывами до 5 метров в секунду. Новолуние. Спокойное магнитное поле. Атмосферное давление в норме. 746-748 миллиметров. Тут на столбах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова